1 2 3 всем привет привет 30 января среда 9 часов утра по московскому времени меня зовут евгений каташов специально для компании тем брокерс ежедневные обзоры рынка форекс с точки зрения зон маржинального обеспечения и с точки зрения объемов давайте поговорим по всем нашим инструментом в конце пообщаемся может быть будут у вас какие-либо вопросы марина доброе утро всем кто присоединился к нам также доброе утро всем кто будет смотреть записи также пламенный привет поехали что мы видим что мы смотрим на что мы обращаем внимание евро по золой по евро значит по зонам это импульс ожидаем коррекцию работаем на покупку коррекция у нас в диапазон между зоны 1 4 1 2 но глядя на объем чеки конечно лучше работать именно от 1 4 в том случае если мы будем уходить ниже этой самой зоны 1 4 и ниже вот этих скоплений объемов работать в принципе уже не нужно потому что покупать в объемы объемы всего контракта достаточно глупо илья вот пишет вопрос ну давайте мы будем обсуждать этот вопрос параллельно потому что вчера много таких вопросов не было в личку давайте будем обсуждать прям здесь сейчас коснемся точных вливаний значит что мы здесь еще наблюдаем ну мы опять же практически на самых максимумах если мы подойдем звони 1 4 ну прям красивый качественный паттерн и нужно будет посмотреть точечное вливание значит что такое точечное вливание ребят давайте еще раз вы должны понимать что они для каждых таймфреймов будут разные варианта есть два либо вы ставите экспертный режим и там все это дело может в автоматическом режиме огромное количество разных шариков этих выкидываться либо мы ставим ручной режим так вот смотрите и одни опять список индикатора берем открываем значит у меня стоит 5 дней меня интересует что было за последние пять дней вот они ну и сколько показывать дней пять дней показывать то есть сегодняшний не считается то есть раз два три четыре пять дней вот за эти пять дней индикатор проверяет следующий момент вот стоит ручной режим simple sample неважно да вот стоит ручной режим и мы смотрим какой объем на 30 минутные свечи видите таймфрейм м-30 стоит вот на 30 минутки в каком кластере у нас было проторговано за раз ну вот за вот эти вот 30 минут в каком-то кластере более полутора тысяч контрактов и вот этот индикатор нам показывают вот эту ситуацию что в данном случае у нас было всего лишь два таких момента вот здесь и вот здесь и вроде бы не совсем этот момент интересен почему нас же интересует а где вот здесь были максимальные точные вливания мы берем в высшем режиме и прям вот берем и перекидываем на сегодняшний день 1250 ситуация в том что завтра возможно мы опять поставим 1500 вы просто представьте что если у нас сегодня здесь на торгуется 2000 там здесь 1700 а потом будут какие-то 1300 1350 опять все будет в этих шариках поэтому каждый день необходимо зависимости от той ситуации которая происходит мы не знаем какая происходит чтобы узнать ну что можно сделать чтобы узнать в автоматическом режиме поставить индикатор эксперт окей закидываем в экспертном режиме сейчас он нам тут прогрузит кучу данных что мы видим здесь согласно этих данных вот тут у нас есть какой-то объем смотрим какой этот объем 1180 здесь смотрим объем 1100 здесь но вот тут есть эти максимальные но мы их видели короче для того чтобы мы видели хоть что-то здесь значит мы должны поставить в настройках и не было большого количества но больше чем 1100 возьмем это прямо сделаем список индикаторов опять же премиум фьюжем для 30 минутки ставим здесь 1100 здесь ставим режим ручной здесь нажимаем кнопочку ok закрыть все пожалуйста вот вам что было за последние пять дней ну скажем так вот для евро кому-то может быть и этого количества шариков будет много поэтому возьмем и перейдет опять же в настройки этого индикатора здесь посмотрит что у нас тут много 1100 ну и поставит 1250 например окей смотрим что такое 1250 и видим что ну мало этого да как бы вот эти но или хотя вот для ситуации на покупку мы сейчас можем понимать что у нас самые объемы больше чем 1250 были здесь и здесь да а выше никаких таких объемов не было вот методом подбора методом тыка мы с вами нашли для m30 что нас интересует ситуация в том что если с этими же настройками мы сейчас клацнем кнопку m15 то возможно ничего не будет нет вот даже на 15 он нашел моменты где 1250 за раз проторговалась а если мы с этими же настройками жмякнем h1 то здесь сейчас будет ну достаточно много большое количество то есть на h1 возможно нужно смотреть полторы тысячи на m15 тысячу на m30 на сегодняшний день 1250 пройдет два-три дня все может поменяться вы должны будете в ручном режиме поменять эти настройки не нужно рассчитывать на то что вам вот в автоматическом режиме где-то все и далее вот экспертный режим но он что-то показывает но если вы хотите работать зарабатывать находить прям конкретной ситуации потратите время две минуты и все у вас будет отлично по каждому инструменту надеюсь понятно здесь объясню к этому больше не возвращаемся но по крайней мере на сегодня я знаю обязательно кто-нибудь появится новые у нас слушатели зададут этот вопрос я обязательно еще раз отвечу ничего страшного в общем что по еврику ждем откат ждем перетекания депо хорошо смотрится четвертинка ниже я бы не рассматривал покупки если уйдем ниже этих объемов тогда будем продавать чтобы здесь купить опять же ну паттерн и депо без вариантов дальше фунт смена внутридневной тенденции здесь как вы режим не стоит смотрим опять же премиум и фьюжн тысяча стоит для 30 минутки видим ну нормально да то есть 5-6 ливане но видим что максимальная борьба которая у нас идет она как раз таки вот здесь вчера или это сегодня рано утром можно вот так посмотреть когда это у нас было удовольствие вчера все это удовольствие было да то есть вот тут максимальная борьба по сути если у нас сейчас произошла смена внутридневной тенденции она показывает нам о том что необходимо работать на продажу то ну как вариант мы можем поработать вот от этого скопления от этого уровня депо получается у нас есть вот такая ситуация вот здесь в рамках внутридневных продаж мы будем искать точку входа стоп но какой если просто лимиткой то естественно за этот максимум если вы здесь находите паттерн то естественно за максимум паттерна как вариант если поработать в рамках вот такой информации вот сюда стоп вот вам три варианта стопов каждый выбирает сам Какой из них выбьет, какой не выбьет, я знать не знаю, знать не хочу Когда инструмент подойдет к тому самому месту, где я должен входить в рынок Я естественно начинаю анализировать все полностью, другие моменты, смотреть И возможно у меня будет короткий стоп Я люблю больше всего работать с такими короткими стопами Но конечно же их чаще всего выбивает и потом инструмент идет Это возможно, но это мой стиль работы, скажем, мой стиль вождения Все же он разный Поэтому вот эту ситуацию лично я вот таким образом бы раз прогулал Но первый тейк, обратите внимание, куда бы я поставил первый тейк Конечно вот на эти скопления То есть если где-то здесь войти, если вот такой стопик Поставим первый тейк на вот это скопление Вот вам как показывают точные вливания, куда можно поставить тейк Здесь шла борьба какая-то Второй тейк естественно на зону 1-2 И третий тейк естественно в таком случае мы ставим на недельную контрольную зону Котировка 1.28.31 Объемчики мы здесь как-то пропустили Контракт посмотрим Ну ниже можно работать до этих объемов По крайней мере точно можно работать Сейчас среднесрок мы не рассматриваем О среднесроке начнем думать После теста 1.2 Вот в данном месте, если мы уже зафиксировали Если все пойдет по плану Если мы здесь зашли Зафиксировали тейк 1 здесь Зафиксировали тейк 2 здесь Третью часть там оставили без убыток Среднесрочно если находим паттерн по котировке 1.30.27 Плюс-минус 5-10 пунктов Сами понимаете То тогда мы купим этот инструмент Я думаю уже с нулевым риском И попытаемся работать на покупку цели Вон они далекие Их видно тут в уголочке 1.32.44 А первая цель обновления локальных максимумов Вот такие ситуации по евро По фунту И данный обзор показал нам Где мы с вами будем ставить тейк номер один Это важно Поэтому смотрим на эти моменты всегда постоянно Далее Австралийский доллар Ну что ж Не пошло по моим идеям Вчерашним Ну не то чтобы не пошло Вчерашние идеи были ждать Ждать нужно было двух моментов Либо уход выше недельной контрольной зоны И закреп инструмента И тогда мы бы И получается выше объемов Потому что вот эти объемчики Ему достаточно интересно Так что опять не то схватилось Достаточно интересные такие объемчики Вот здесь правильно То есть все что мы могли ждать Это у нас получается уход выше Тика-тика-тика-тика Вот такой уход повыше И на откате уже в диапазон выгодных цен Тут новая четвертинка На отбой от объемов поработать недельки Это вариант номер один Пока ничего это не реализовалось Закрепа выше одной второй не было Поэтому этот вариант у нас только на завтра На сегодня опять же не канает Ну и второй вариант у нас был Это дождаться ухода ниже зоны одна вторая И дождаться того чтобы мы закрепились Ниже одной второй Ниже одной второй И уже поработать потом к недельке вниз Оба этих плана остаются Ярых точечных ливаний мы здесь не видим Но опять же всего один шарик этот интересный Можно уменьшить данные 1500 стоит Видите даже больше чем по фунту Поэтому многие говорят о фунт такой ликвидный Да нифига Фунт на пятом месте обычно у нас пляшет по объемам Иена на втором Австрал с Канадой Третья четвертая часть Ну вот Австрал Канада и фунт они вот так вот Туда сюда и зачастую Видите 1500 Ну давайте 1000 поставим Как она стояла на фунтике Тысячу Что он нам здесь найдет Найдет ли что-то Ну вот опять же Самый-самый такой сильный диапазон То чего мы боялись Да вот это место Ну нужно его бояться Нужно ждать выхода Надеюсь понятно сейчас окончательно Да по поводу вот этих точечных вливаний Далее Новозел В общем Австрала ждем Смотрим новозел По новозелу у нас ситуация складывается следующим образом Те кто вошли в сделку на покупку От вот этих точечных вливаний От золотой четвертинки После перебития уровня депок То есть конкретно те кто вошли в сделку Вот здесь держим Ничего не поменялось Ничего не происходит Не важно как долго мы внутри вот этого движения Можем плясать туда-сюда Но пока мы работаем Вот сюда на обновление максимум Поэтому единственная идея На сегодняшний день Это удерживать те позиции По которым кто-то смог вчера войти Вот здесь от золотой Кто не смог зайти в сделку Но на небольшом откате Вновь можно попытаться войти в сделку Объемы контракта Ниже точечные вливания Опять же по новозелу Давайте глянем Тупом 500 у меня вообще стоит Да 500 сил Понимаете да Что насколько тонкий инструмент 4400 это уже Вот средний да 400 для новозела Во за глаза Поэтому увидев вот такую ситуацию Смотрите мы сейчас ушли выше Откат поход вверх абсолютно объективно Почему бы не поработать таким образом Поэтому вот эту ситуацию рассматриваем Покупки цели 068.72 69.17 Стоп за локальные минимумы вчерашнего дня Ну ты точку входа Если прям по котировкам смотреть Депок неплохо смотрится Это у нас котировка 68.43 Стоп получается у нас Либо 28 пунктов Либо 22 Тейк 1 Либо 2 Ну вернее тейк 1 29 пунктов Не лучшее соотношение Даже не будут ничего говорить Но других вариантов нет А вот тейк номер 2 73 пункта Для новозеландца Это абсолютно нормально Можно поработать Средний ход у новозела В день всего 60 пунктов Поэтому это абсолютно нормально Поработать таким образом Переходим далее Доллар иена Не делаем ничего Ребят, что бы я тут не говорю Может быть я по объемам все и не увижу Но очень спорные моменты Да и по объему тут много интересного Значит у нас и объемы сверху У всего вот этого роста И объемы снизу И зону не протестировали И закреп за четвертинкой И шарики по всем фронтам Висят О, 800 паений Видите Сказал только что Что иена такая крутая Давайте 1200 поставим Потому что много шариков Может быть ничего и не появится 1200 Вообще нету Хотя обычно по иеню Это достаточно интересное Такое число Ну часто Зачастую по иеню Вот такое количество Прикольно отрабатывать Ну тысячу давайте поставим Тоже наверное сейчас Нифига не будет Даже искать не будем Вы видели 800 мало То есть О чем это говорит Смотрите Иена достаточно Ликвидный инструмент В котором достаточно Большое количество денег А сейчас даже тысячи Нету нигде по 30 минут Это значит нету каких-то Разовых крупных вливаний Нету значит прихода Но это мы так можем интерпретировать И сказать что мы не правы Мы не имеем права Возможно мы не права Согласен Но вот как мне кажется Как я должен это смотреть Ну нету таких плеваний Значит вот все Ни шатка ни валка И вот она и висит Вот в таком флете Она висит у нас две недели Ну давайте с какого С 18 числа Ну да Две недели по сути За две недели Мы прошли 84 пункта Классно да АТР дня За месяц у нас 80 пунктов А мы за две недели Прошли 84 Ну о чем говорит Ну куда торговать Да никуда Давайте тупо Опять же Как говорил Ждем выхода Вот из этого диапазона Диапазон явно обозначен Вот он у нас да Ждем выхода Из этого диапазона И в дальнейшем Уже принимаем Какие-то решения Канада Ну что Я перетащил сделку Без убыток Вот этот стоп По сути должен был Быть выбит Я не буду Что хотите Там прав Не прав Да я человек Я могу принимать Или не менять Свои решения В течение дня Потому что здесь Все меняется Рынок меняется Каждую секунду В общем я вчера Тупо передвинул стоп За вот этот максимум Тупо меня не вынесло Да хотя утром Я вот проснулся Вот здесь Думал Ой блин Ну все Хана Нет пошло В общем я сейчас Передвинул Буду передвигать стоп Без убыток В надежде Что меня не выбьет Почему Я передвигаю Потому что Ну всегда говорю Не двигаем без убыток Пока часть не фиксируем По-моему вчера Мы только говорили об этом На каком-то из обзоров А сейчас говорю Почему мы передвигаем Потому что Появился Объективный сигнал На слон Шортового движения Это закреп выше зоны 1.4 У нас огромная вероятность Теста зоны 1.2 Значит 1.3303 А если мы протестируем Зону 1.2 У нас получаются Объемы будут вот здесь И поэтому Единственный вариант Поработать на продажу Будет уход ниже Этих объемов И пробитие Вот этих локальных меню Вот эта ситуация Среднесрочная В рамках которой Вот здесь мы будем работать Для тех кто сидит В сделке Если вот позволяет Возможность 5-10 пунктов Без убыток Либо даже в небольшой убыток Там Ну поближе поставить Потому что Ну большая вероятность Того что инструмент Пойдет сюда Работать или нет Вот сюда Ну тут решение Принимает каждый сам Учитывая что Я не понимаю Смысл и причину Того что мы отбились Вот отсюда Ну хотя можно Интерпретировать Это как золотая 1.2 Но тем не менее Я не буду пытаться Расторговать Вот такой внутридневной сигнал Особенно учитывая Если сейчас покупать То это тоже Покупка в объемы Поэтому внутридневное Не торгуем Рекомендация по Канаде Переводить в безубыток Или даже закрывать Те сделки Которые мы открывали Вчера Ну я переведу Безубыток Уже перевел Чтобы иметь шанс Какой-то Заработать Все-таки То что хотел Но вообще Основной сценарий Именно вот так выглядит С входом После отбития От недельки Перебитие этих минимумов Уход ниже объемов И на откате Вход сделку В общем повторный Вход на продажу После теста 1 и 2 Следующий инструмент Швейцарец Ребят ищем точку входа Ищем точку входа И сейчас давайте Кому с точки зрения Объемов Это дело Получше Проанализируем Что меня интересует Вот сейчас Мы точные выливания По пляжам С ними Здесь Здесь трудно найти Тысяча По швейцарцу Гугу Блин Вообще не ликвид А так дает То есть меняются Котировки Меняются Инструменты Дают какие-то Новые Видите 750 Ничего нету Нового Я имею ввиду Ничего не появилось Мне хочется увидеть Вчерашний день Вчерашний день Вообще ничего нету Здорово Да Смотри Ни вчера Ни позавчера Вообще ничего Интересного нету Ну а так Сделал 4000 4000 точно не найдется так 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 смотрим что у нас вообще ну не понятно что делать в общем ребят мы не можем здесь даже ничего такого интересного выделить поэтому работаем тупо по технике работаем по объемам более того объемчики то нехило здесь перетекают значит смотрите мы дошли до того места где мы начинаем искать точку входа на продажу это обсуждали вдруг его в других обзорах но вариант 1 информация и поход вниз правильно вариант 2 уход наверх ложный пробой это же поход вниз в этом же месте конкретную точку входа мы можем найти если теперь новое вот это восходящее движение будем рассчитывать и думать что это у нас коррекция вот у нас здесь конкретная точка входа 099 49 это точка входа а эксперт у меня стоит спасибо сергей спасибо точно тупо ну бывает 400 даже 300 300 как он этого пытаться растроговать поэтому видать и стоял эксперт что фиг что найдешь конечно можно опять знаете какую ситуацию здесь смотри поставить эксперт все-таки сейчас и давайте ка мы перейдем на меньший фрейм почему не поищем хотя в может быть там на 15 минуточки но что-нибудь он найдет интересно ничего не в пяти минут куда ничего нет ну вот какие то тут есть но это что до 200 235 контрактов надо ли на это вообще внимание обращать я думаю нет короче ребят мы находимся вместе точки входа это конкретная точка входа но либо вот так еще раз повторяю либо давайте другим цветом нарисуем вот так вот так и опять же так все других вариантов нет это если работать правильно вот два варианта на поиск точки входа получится работаем не получится не работаем работа это у нас ведется по внутридневной тенденции после закрепа за зоной 1 4 до от пустоты но анализируя здесь еще в комплексе месячная опционы и так далее неплохо смотрится продажи минимальными объемами при наличии паттерна швейцарцев продаем еще инструмент чего на него смотреть максимум что можно сказать диапазон 1306 19 место где мы ищем точку входа вот эти точно наливания также используем в качестве возможной поддержки потому что но отсюда мы однозначно видим доминируют отсюда покупатели вот он основной вариант и цели 1327 49 это новые цели нефть нефть плохо нефть плохо нефть нефть я хочу искать продажи сейчас говорю плохо нефть вот здесь мы видим точно вливание ребят 4000 у меня здесь 34 меньше если ставишь 3 500 все в шарах 4000 вот самые такие максимальные объемы у нас к сожалению были внизу внизу поэтому если мы и продаем а продаем мы в каком случае опять же здесь нужен паттер но хотя бы вот такой даже лучше вот такой не обновить вот эти максимумы мы на бирже их не обновили вот 123 если появляется здесь на откате осуществляет продажу опять же уровень депо пускай перетечет и максимум что я делаю вот здесь ставлю тейк номер один второй тейк обновления локальных минимумов третий тейк недельная контрольная зона вот он сценарий поработать по нефти 123 не хочу больше обновления локальных максимум потому что иначе вот эта ситуация у нас сломается если мы уйдем сюда поэтому только 123 только перетекание депо вход первый тейк на прошлый точное вливание второй тейк еще раз на обновление минимумов третий тейк на недельку все ребят все обзоры посмотрели и вот такой классный вопрос у нас у меня был сейчас в личке мари марины или марии март марины это ты писала нет не просто не понимаю фотографии разные значит меня задали такой классный вопрос но перед тем как отвечать на этот вопрос ребят у меня вот один монитор стоит вот второй монитор стоит вот третий монитор стоит где мне ваш чат ну иногда я выкидываю чат вот туда на правый монитор тогда в большей степени я сижу и вот таким образом смотрю и анализирую то есть я смотрю график я смотрю чат и получается что на камере сейчас что вы видите да то есть графики за моей спиной я как бы смотрю в стену что я делаю в таком случае если я сижу я беру просто вот таким образом вот у меня идет камера вот у меня идет камера я ее беру и делаю вот так понимаете да просто перевернул а если у меня как я сейчас с вами общался если стоит у меня чат здесь ну вот как как мне захочется сегодня вот я сижу так общаюсь получается в таком случае да вот я как бы смотрю в стену да поэтому я беру и опять же и переворачиваю ту же самую камеру мне задали такой вопрос евгений извините нескромный вопрос а почему у вас каждый день кольцо на на руке обручальное то направо то налево я даже этого не замечал то есть я не думал что вот на такую ситуацию можно как-то это и вот такой вопрос прикольный вот действительно получается вот даю ответ на этот вопрос почему у меня кольцо на разных пальцах на разных руках кольцо всегда на одной и той же руки просто я камеру меня вот таким вот образом сейчас я сделаю как мне нужно все таки вот сейчас чат здесь я смотрю на чат я смотрю на график и даже если я смотрю на чат я как бы в экран для вас это приятнее думаю чем если бы я смотрел в спину поэтому вот такой ответ на такой прикольный вопрос и нужно было на него ответить официально а не то что я поэтому вот поэтому если смотреть похудевшим тамаре но бывает туда-сюда я могу что угодно сделать я могу вообще вверх ногами себя сейчас поставить и будем общаться верно ладно друзья давайте мы будем заканчивать на этом всем удачи жду швейцарцы искренне надеюсь жду на нефть хуже чем то как я ждал раньше но тем не менее надеюсь на не канада без убыток в надежде что все-таки даст и если не даст то будет тест 1 2 скорее всего ну а там все остальное новозеландцы кто держит держите все остальное так не шапка не валка фунт 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 так тоже так 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 себе все друзья на этом заканчиваем еще раз всем спасибо всем удачи всем пока пока